Последнее ДТП произошло в Дубосарах 11 мая на перекрестке улиц Дзержинского и Космонавтов. На пешеходном переходе был сбит 8-летний школьник. Почти неделю врачи ЦРБ боролись за его жизнь, но спасти мальчика не удалось. Это ДТП получило широкий резонанс. Будьте взаимовережливы на дорогах и улицах города и района. Уважаемые автомобилисты, пропускающие пешеходы, переходящие в проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Помимо ежедневных рейдов и обращений к участникам дорожного движения, сотрудники ГАИ активизировали работу в учебных заведениях района. В каждом из них проходят лекции и беседы о правилах дорожного движения. Где мы будем переходить дорогу? По пешеходному переходу, либо земли. А также бывают у нас еще пешеходные светофоры, да? Он состоит из двух цветов. Это красный и это зеленый. В школах города совместно с сотрудниками ГАИ работают юные инспекторы дорожного движения. Они объясняют ученикам начальных классов, как переходить дорогу, где ездить на велосипеде. Рассказывают об игровых зонах и дорожных знаках. Это тоже запрещающий знак. Верно. Что он запрещает? Он запрещает ехать. Обгон запрещен. Одна машина должна пропустить другую машину. Госавтоинспекция города Дубасары проводит лекции как в школах, так и в дошкольных учреждениях на темы безопасность перехода проезжей части дороги детьми. Чтобы дети лучше ознакомились и знали правила дорожного движения. Потому что если они будут хорошо их знать, значит аварий на дорогах и улицах нашего города будет намного меньше. И мы стараемся больше заботиться о детях, чтобы, соответственно, детского дорожно-транспортного травматизма у нас намного было меньше. 24 мая во всех учебных заведениях прозвенит последний звонок. Для трех тысяч школьников начнутся летние каникулы. В Дубасарском районе к ним готовятся уже сегодня. Главная задача взрослых – сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье детей. Екатерина Алексеичук, Анжела Каранчук и Семен Баланко, Первый Приднестровский.